Наса намерена запустить сеть 4G на Луне. Чтобы достичь своей цели построить лунную базу и в конечном итоге там обосноваться, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства выделило 370 миллионов долларов десяткам компаний для развертывания технологий на поверхности космического объекта. Эти инновации включают дистанционное производство электроэнергии, криогенное замораживание, робототехнику, более безопасную посадку и запуск сети 4G. Агентство выбрало такие компании, как SpaceX, Blue Origin и Dynetics для создания механизма посадочных устройств, которые будут высаживать астронавтов на Луну. В НАСА заявили, что 4G может обеспечить более надежную связь на большие расстояния, чем нынешние стандарты радиосвязи на Луне. Как и на Земле, в будущем планируется обновить вышки до параметров 5G. Nokia Bell Labs получила на этот проект более 14 миллионов долларов. Эта сделка является огромным успехом для Nokia, которая конкурирует с китайской Huawei и шведской Ericsson за выгодные контракты 5G. Некоторые эксперты не исключают, что лунная 4G может оказаться даже более эффективной, чем на родине, ведь там сигналу не будут мешать деревья, здания или телевизионные волны. Космическая сотовая связь будет специально сконструирована так, чтобы выдерживать особенности лунной поверхности, экстремальные температуры, а также радиацию и космический вакуум. 4G будет оставаться работоспособным во время посадки и взлета с объекта. Bell Labs заявила, что астронавты будут использовать ее беспроводную сеть для управления вездеходами, прокладывая маршрут в реальном времени с помощью Google Maps и потоковой передачи видео высокой четкости. Это поможет обеспечить медиапространство массой качественных снимков лунной поверхности и деятельности астронавтов. Сеть 4G на Земле поддерживается гигантскими вышками сотовой связи с огромными генераторами энергии и радиочастот. Однако Bell Labs помогла создать технологию малых ячеек, которая более ограничена в диапазоне, но использует гораздо меньше энергии, чем традиционные вышки сотовой связи, и значительно легче упаковывается в космический шаттл. Эта технология в настоящее время применяется и для сетей 5G. Подробнее об этом читайте на сайте finversia.ru. Ссылка в описании под видео. 22-23 октября 2020 года состоится второй Всероссийский форум инвестиционных советников и финансовых консультантов. К участию в форуме приглашены инвестиционные советники, консультанты по управлению личными финансами и финансового планирования, профессиональные объединения и ассоциации, регулирующие государственные органы, профессиональные участники финансового рынка и инвесторы. Темы форума. Существующее положение дел в отрасли инвестиции и финансов, законодательные инициативы, сложности и проблемы в деятельности финансовых и инвестиционных советников, перспективы развития рынка и способы эффективного взаимодействия его участников. Спикеры форума ответят на ваши вопросы, касающиеся личных финансов и инвестиций. Подайте заявку на участие, перейдя по линку под видео. Субтитры создавал DimaTorzok